Здравствуйте! Это «Итоги недели» в студии Махач Курбанов. И коротко о том, что происходило. Предновогодние вирусные рекорды. Заболеваемость растет, а вот сознательность граждан не очень. Спекулянтам бой. Жители республики призывают жаловаться на необоснованное завышение цен в магазинах. Встреча, которую ждали давно. Сергей Меликов встретился с родителями трагически погибших братьев Гасан-Гусейновых и предложил им помощь и поддержку. В Дагестане на прошедшей неделе был отмечен сезонный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. Накануне выявили 155 носителей инфекции. Это наибольший суточный прирост, начиная с 6 июня. Подробнее расскажет Патима Тханапова. Ряд новых ограничительных мер вводят власти Дагестана в связи с ситуацией с коронавирусом. В их числе временный запрет на посещение храмов и мечетей, отмена корпоратива, в новогодних елок, в детских садах и школах. До улучшения обстановки принято решение закрыть банкетные залы и кореанные. Объявлен масочный режим, а гражданам старше 65 лет велено самоизолироваться. Начинается вторая волна, количество больных увеличивается. И больные эти очень тяжелые. В основном идут где-то процентов 50-60 больных, идут тяжелых больных. По городу, по Махачкале, если больных бывало на сутки, выявлялось 160, где-то ориентировочно человек. То сейчас количество больных дважды увеличилось, более 300 человек ежедневно. На сегодняшний день нашей больнице состоит 525 больных. Опрос показал, посещение мест массового скопления людей, таких как свадьи, похорон, мечети, торговых центров и рынков, являются причиной заражения около половины носителей инфекции, в связи с чем Муфтья Дагестана и призвал жителей республики временно отказаться от коллективных обрядов. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что принятие данных мер продиктовано исключительным намерением обезопасить дагестанцев, уберечь жизнь и здоровье нашего населения. Поэтому просьба отнестись к ним со всей ответственностью и пониманием. К ситуации подошли сознательно и владельцы некоторых кафе и ресторанов. Они сами отказались от проведения праздничных мероприятий и банкетов. Сейчас все заведения общественного питания в республике работают в разрешенном для них режиме до 11 часов ночи. Но важно отметить, что все меры эти будут отменены после улучшения ситуации. В республике продолжается эпидемиологическое неблагополучие по новой коронавирусной инфекции. Данный рост заболеваемости вызвано, это в первую очередь, несоблюдение населением масочного режима. И в ходе проведения эпидрасследования в результате опроса больных установлено, что 68% больных именно за неделю использовали маски в цели профилактики ковид. Кроме того, говорят специалисты, увеличилось и количество смертей. Так, за последние сутки скончались 6 человек. Больных в настоящее время более 2 тысяч. А тем временем УФАС призывает жителей Дагестана жаловаться на завышенные цены в магазинах на фоне распространения коронавирусной инфекции. Призыв к дагестанцам связан с проводимым мониторингом цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Информация, полученная от граждан, будет использована при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен. Ранее представители центрального аппарата ведомства уже обращались с призывом к бизнес-сообществу не использовать сложившуюся ситуацию для личного обогащения. О фактах завышения цен можно сообщить по телефону горячей линии 517208. Министр здравоохранения республики на этой неделе подал в отставку. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов поручил председателю правительства определиться с исполняющим обязанности министра. Об этом глава республики сообщил на совещании с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти республики и главами муниципальных образований. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов накануне встретился с родителями братьев Гасангусейновых, погибших в августе 2016 года недалеко от села Гоорхиндак в Шамильском районе. Выразив слова о соболезновании Муртазали и Патимат, Гасангусейновым руководитель республики подчеркнул, что понимает и разделяет большое горе, постигшее их семью. Я понимаю, что ваше горе, оно в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, за эти смутные времена потеряли детей, но жизнь продолжается, жить надо. Сергей Меликов предложил свою, в первую очередь, человеческую помощь, чтобы семья смогла преодолеть трудности не только морально. В тех делах, где вы сегодня могли бы рассчитывать на детей, рассчитывайте на нас, заключил вреуглавы региона. Возраст идет, мы все уже не молодеем. Была бы опора на детей, они бы помогали. Давайте сегодня я в какой-то степени, вот, в этом отношении попытаюсь эту помощь организовать. У меня есть хороший друг, товарищ, Сергей Магомедович, он тоже здесь присутствует не как должностное лицо, вот, а как человек, который искренне может вам помочь. Со своей стороны, Хизри Абакаров сообщил, что Муртазали и Патимат Гасангусейновы планируют открыть фонд, который будет помогать людям, потерявшим детей, и добавил, что всей семье будет оказана полная поддержка. Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам. Единственный человек, который нас принял в этом здании, это вы. Мы очень благодарны. С нового года в России вступят в силу новые санитарные правила для школ, детских садов и других детских учреждений. Требования утвердил Роспотребнадзор. Они будут действовать до 2027 года. Они направлены на охрану детского здоровья и касаются в том числе предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Новые требования включают в себя правила мытья игрушек в садах. В частности, их нужно будет ежедневно мыть в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Дети, находящиеся в школах, более четырех часов должны получать горячее питание. Кроме этого, работники должны регулярно проходить медосмотры, иметь медкнижку и проходить вакцинацию. Шары, аниматоры, песни и подарки. Благотворительный фонд «Инсан» ко дню инвалидов обрадовал более тысячи детей из малообеспеченных семей. Крупное праздничное мероприятие состоялось в Махачкале. Детишек и их родители поддержали представители власти, именитые спортсмены и общественники. Подробности расскажет Хамзанур Магомедов. Зажигательная лезгинь корейных горцев и виртуозные музыкальные композиции на барабанах. Для детишек сегодня не только танцуют, но и поют авторские произведения. «Может быть, я слишком быстро успел, самых любимых забыть, может быть…» Веселые аниматоры от имени персонажей известных мультфильмов развлекают детишек. Им устроили увлекательную вечеринку с различными занимательными играми. Поддержать детей и оказать им внимание пришли представители власти, именитые спортсмены и общественники. Они пожелали терпения и крепкого духа родителям. «Вы для меня в этом плане являетесь примером. Вы не только не сломались из-за возникших жизненных обстоятельств, но и даёте стимул радоваться жизни и любить окружающий мир и людей». «Благотворительный фонд «Инсан» заслуживает всяческих почестей и уважения, потому что та категория детей, наших детей, детей нашей республики, которые сегодня в этом зале, и их родители – это настоящие герои. Герои, на которых мы очень надеемся. Мы знаем, что именно эти дети, быть может, решат многие государственные задачи в недалёком будущем». «Чем обычные дети, они больше нуждаются. Поэтому я считаю, что сегодняшняя акция – это хорошее мероприятие. Мы не могли не поддержать её». Финансирование благотворительного мероприятия на себя взял предприниматель Арслан Магомедов. Наш соотечественник, который вот уже 20 лет живёт и работает за пределами республики, однако не забывает свои корни. «2020 год выдался, на самом деле, очень непростым для всех. И не просто говорят, что дети – это цветы жизни. Всегда нужно о них помнить. Если, скажем так, непредпринимательское сообщество будет оказывать помощь, то, кто будет это делать, не надо возлагать, как бы, не то, чтобы у нас постоянно принято, да, там, возлагают всем надежды только на государство. Но я считаю, что есть и социальная ответственность предпринимательства, и мы должны об этом не забыть. Праздничные столы украсили разнообразные блюда, сладости и напитки. Всё для сотен подопечных фонда «Инсан». Это тяжело больные дети и их родители, которым порой не хватает денег не то, что на дорогостоящие лекарства, но даже на еду. У моей дочери двое детей этих инвалидов, бабочек. Конечно, без меня, конечно, она не справилась бы. Куда бы она ни ездит, она всегда меня с собой забирает. И тяжело с двумя детьми. И перевязки старшему я делаю младше, и она делает. Ну, а что делать? Всевышний дал такое испытание, надо проходить достойно. Приятно было, бывает, особенно детям. Они никуда не выходят, когда такие мероприятия, очень радуются. Я хотела бы поблагодарить фонд «Инсан» за поддержку такую, за помощь. Хорошо сделали, всё нормально. Спасибо фонду «Инсан» за то, что вот так благодарны таким детям. Благотворительную акцию ко дню инвалидов фонд «Инсан» проводит ежегодно, охватывая всё больше нуждающихся семей. В прошлом году фонд «Инсан» по республике охватил около 900 детей. Это и с подарками, и с сладостями, и так далее. В этом году уже мы смогли охватить 1200 детей по всей республике Дагестан. Хочу поблагодарить мецената, который в этом году проведение этого мероприятия все расходы взял на себя. По завершению праздничного вечера каждому ребёнку достался пакет с вкусными подарками. Хамсон Ромагомедов, Муса Салгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Также в Лакском и Кулинском районах раздали тысячу продуктовых наборов. Мероприятие состоялось в рамках акции «Продукты в каждый дом», организованной фондом «Инсан». Подробности в следующем сюжете. Почти каждая нуждающаяся семья в Лакском и Кулинском районе получили продуктовые наборы первой необходимости. Тысячами продуктовых наборов охватили более 400 семей, чей доход в месяц не дотягивает до прожиточного минимума. Подобные акции очередной раз показывают и указывают на сплочённость дагестанцев и только представителей лакского народа, ибо в организации этой акции принимали участие все. Эта акция показала, что мы, дагестанцы, живём по девизу, что мы все – единое тело. Если какой-то орган этого тела испытывает трудности и проблемы, на эту проблему отзывается всё остальное тело. Помимо этого, благотворительный фонд «Инсан» организовал доставку продуктов питания в центральные больницы и учебные заведения двух районов. Благотворительные пакеты получили и медперсонал, который работает в красной зоне, и преподаватели школ. По адресу надо идёт до каждого врача, медработника, для тех, кто работает непосредственно в красной зоне. Спасибо вам ещё раз огромное. Ну, я хочу сказать, дай Бог вам здоровья, храни вас Аллах. На сегодня у нас в ковидном отделении 18 больных. Идут на поправку, тяжёлых больных на пока нет. Я хочу сказать, что будем и предработать, стараться во благо народа. Организовать крупную благотворительную акцию удалось в первую очередь за счёт неравнодушных волонтёров, которые на своих автомобилях развозили продуктовые наборы по аулам районов, а также тех меценатов, которые оказали финансовую помощь. Народов много, страна одна. В понедельник подвели итоги республиканского конкурса с таким патриотическим названием. Мероприятие было организовано Министерством по национальной политике и делам религии Дагестана. В финал конкурса вышли творческие коллективы из разных муниципалитетов, победители предыдущих этапов в различных номинациях. О тайнах национальностей народов Дагестана на одной площадке расскажет моя коллега Арина Багилова. Конкурсанты представили зрителям и гостям свою национальную культуру, обычаи и традиции, которые передавали семьи из поколения в поколение. Одна из номинаций – демонстрация своего подворья. Мы по максимуму постарались представить быт, традиции наших горцев. Такие праздники – это именно праздник национальной культуры, прививают любовь к своей родине, к своим традициям. Большим разнообразием отличаются столы с национальными блюдами. У каждого явства своя история, о которой местные жители рассказывают с особым трепетом и любовью. У нас это национальные блюда, называются качи. Они очень вкусные. Это у нас называется бахо. Когда невесту замужу даем, у нас обряд такой, мы варим такую халву. Она очень вкусная и несена вместе с невестой. Мы представили тут традиционные блюда нашего села, аварцев. Это тыква, посыпанная орехами, кладезь витаминов. Тут абрикосовая каша. А вот тут горский суп, мух его называют, тут злаки. Помимо национального подворья были и другие номинации, которые призваны содействовать сохранению языкового многообразия. По словам организаторов, денежные призы получат абсолютно все участники. У нас есть то, что мы теряем, есть то, что мы забываем. Это и наши традиции, и язык, и некоторые адаты. Сегодня то, что происходит в соседних странах, в Европе, нам говорит о том, что нам нужны такие мероприятия для того, чтобы знали, для того, чтобы помнили, для того, чтобы развивали и передавали подрастающему поколению. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТМ Хачкала. Дагестанцы, которые одержали победу на Кубке мира по вольной борьбе, который проходил в Сербии, по прибытию на родину по стиле муфтия республики Шейха Ахмада Афанди. На встрече с духовным лидером также присутствовал главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов. Он рассказал о великолепном результате, который показали наши спортсмены на прошедшем турнире. Дагестанцы завоевали в составе сборной России 8 золотых медалей. Из 10 весов, опять-таки, как Рашид сказал, 8 чемпионов у нас стало. Фактически это чемпионат мира, но малый чемпионат мира. Вот эти все ребята уже я, в моем мнении, это чемпионы мира у нас уже все. И олимпийский год, основной год у нас завтра. Следующий год. Осталось полгода. Когда вот так вы встречаете, это для нас, для спортсменов, для всех хороший стимул бывает всегда. Я думаю, вам большое спасибо, что нас приняли, нам уделили время. Вот так мы знаем ваше занятое время тоже. Шех Ахмада Афанди поздравил борцов с успешным выступлением на турнире. Он пожелал им дальнейших успехов, совершенствовать не только свои физические навыки, но и не забывать о духовном. Я это часто говорю, когда все время мы выигрываем, все время кто-то проигрывает. Это тоже не всем нравится, но все-таки нам приятно, когда вы выиграете. Нам приятно, мы дуа тоже сделаем вам. Почему же мы просим Аллаха? Потому что в этой просьбе есть признание с нашей стороны в том, что победа – это только по воле Аллаха. Вот наше признание там, вот это важно. Герой нашего следующего сюжета – боец ММА Расул Магомедов. В начале декабря 30-летний спортсмен стал первым владателем пояса лиги Игл-ФС. Как Ахиллес из Ленинкента шел к самой большой победе в карьере, узнаем в сюжете Курбана Радимова. Работа на лапах, техника доведена до автоматизма. Каждый день Расула Магомедова начинается с утренней тренировки. С последнего боя прошло только две недели, но надо быть готовым к любому развитию событий. На турнире Игл-ФС в Москве миксфайтер по прозвищу Ахиллес одержал свою самую громкую победу. В захватывающем по накалу пятираундовом поединке он отобрал титул у Жоры Айвазяна. Этот бой утвердили еще около года назад, но встреча четыре раза срывалась по разным причинам. Самое трудное было вот это ожидание, нагрузка, постоянно себя держать в форме психологически, это уже надоело, накопилось. Хотел выплеснуть всю эту подготовку, то, что готовился, и чтобы облегчение уже было. Мы думали, он более будет, наоборот, агрессивнее работать, а то, что он, наоборот, не агрессивно работал, постоянно отходил. Чуть-чуть план изменился у нас, приходилось его долго вытягивать, ждать момента, а так мы рассчитывали, что он будет постоянно проходить, на нас переть и встречать его. Без поражений не бывает больших побед. Эти слова напрямую отражают карьеру Расула в ММА. Два неудачных боя в самом начале не сломили его волю и желание. Яркий ударник попробовал себя почти во всех ведущих российских лигах. Выступал с переменным успехом, рассказывает тренер и друг Мусан Урулаев, но упорство и терпение привели в итоге к победам. Сколько я Расула знаю, в этом парне, первое, что у него есть, это потенциал. Он трудолюбивый парень, с большими амбициями, он не любит уступать. Видно, что этот парень пойдет далеко. Желание добиться успехов именно в спорте у этого парня, можно сказать, я видел. Ну, в других ребятах я этого не видел. После череды побед на крупных турнирах на Магомедова обратили внимание и поддерживают в московском клубе «Крепость». Но основную часть подготовки к боям Расул проводит в родном зале. Это первый ММА-клуб в Ленинкенте. Своими силами и при помощи друзей энтузиасты буквально подарили спортзал своему поселку. Ежедневно здесь тренируется порядка 500 человек. В основном это дети. Для них всех Магомедов – живой пример. Не у всех есть возможность ездить в город, тренироваться. Поэтому мы как бы акцент делали, чтобы именно здесь поселки что-либо открыть такого разных направлений, что не хватало нам лично, да, когда вот мы были маленькими, то, о чем мы мечтали. Я думаю, Расул для этих молодых ребят – это в первую очередь наглядный пример. Я думаю, эти дети, видя его, мотивируются и хотят тренироваться. Даже вот сейчас мы там стояли, молодой парнишка сейчас к Расулу подходит и говорит, я хочу стать таким же, как и ты, говорит. Конечно, Расулу тоже это приятно, и нам приятно, да. И Расулу тоже ему говорит, будешь тренироваться, пахать, будешь таким же, говорит, даже лучше будешь, говорит. Расулу уже 30, но для него пока все только начинается. С мотивацией полный порядок. Впереди большие планы, есть желание попытать счастье за океаном в сильнейшей лиге мира. Как Хабиб говорил, что чемпионы этой организации, кто несколько защит сделает по контракту, будут продвигать UFC и будут показывать СПН-канал в эти турниры. Я думаю, это большой прорыв и есть шанс попасть в самую лучшую лигу. И еще больше замотивировало меня. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать на этой неделе. Всего хорошего, приятных выходных, до свидания.